так всем добрый день продолжаем рассматривать задачи по предмету информатика 2 3 семестра так ну и на данном этапе у нас вот следующая задача нужно записать нахождение суммы и количество в виде процедуры так начинаем как обычно все мини-программы дальше нам понадобится константа n для того чтобы записать максимальное количество элементов это у нас 70 так и нам понадобится тип данных который будет у нас в виде массива 1 до n ну и пусть будет целочисленным так теперь нам понадобится переменная это массив а и б так ввиду того что массив а всего 40 массив б 70 ну 40 меньше 70 размер оставим одинаковой так и присваиваем тип масса 1 массив одномерный целочисленный так и понадобится нам вычисление суммы 1 2 дальше нам понадобится значение x1 и x2 которое выводится с клавиатуры сделаем вещественного типа так ну и нам понадобится подсчет значений положительных тоже k1 k2 но уже будет целочисленным так начинаем описывать процедуру так назовем ее следующим образом так нам понадобится формальные параметры а именно a1 это у нас будет тип массив так нам понадобится n1 параметр изменения значения массива то есть количество элементов так и нам понадобится параметры переменные благодаря которым мы будем определять количество положительных так и параметры переменные которые мы будем определять суммы положительных для того чтобы их запомнить и в последующем передать для последующего вычисления в основной программы так внутри нам понадобится переменная это параметр цикла который обозначен буквой i дальше начинаем писать программу так давайте сформируем массив благодаря датчику случайных чисел так и до того что будет несколько операторов внутри этого цикла поэтому ставим операторные скобки так определим что у нас размер будет изменяться n1 умноженное на n1 то есть от единицы до n1 умноженное на n1 минус 1 так ну и чтобы у нас были хоть какие-то отрицательные значения то есть вычтем это количество так мы сформировали дальше мы проверяем так не забываем ставить элементы массива и начинаем формировать а именно искать все положительные элементы значит большее ну да так здесь опять нам понадобится несколько действий а именно два так ну во первых найти сумму положительные положительные вспоминаем стандартную форму нахождение суммы то есть информатика первого семестра так ну ввиду того чтобы начальные значения конечно равны нулю но на всякий случай перестрахуемся и значение суммы присвоим равное нулю то же самое сделаем и с чечеком которым будем определять количество положительных так воспользуемся стандартной процедурой увеличения так шаг не ставим значит увеличение будет на единицу так ну и закрываем операторные скобки условия так давайте выведем на экран сформированный массив чтобы увидеть значение в результате выполнения программы так ставим запятую два раза одинарные скобки ну и пробел между значением будет равным то есть будет два пробела между двумя значениями так скобку закрываем закрываем операторную скобку цикла так здесь ставим пустой оператор чтобы у нас перешло на новую строку так ну и еще выведем значение суммы так форматируем так ну и значение количества положительных положительных так ну и закрываем операторные скобки процедуры так начинаем писать тело программы так сначала напишем комментарий вводим значение x1 x2 так ну при помощи стандартного оператора вот осуществляем вот эти значения так дальше применяем нашу процедуру так которая начинается в основной программе всегда с имени процедуры дальше ставим так на место формального параметра первый фактический то есть это у нас массив дальше n-40 так минус 30 потому что массива у нас состоит из сорока элементов а n у нас 70 равна дальше на это место ставим s1 так ну а на место суммы ставим s1 не забываем количество формальных параметров ставим на место фактические параметры должны совпадать по количеству ну и по типу единственное исключение на формальный параметр рил можно ставить фактические интеджер во всем остальном то есть эти данные должны совпадать так опять копируем процедуру здесь меняем на b здесь меняем на количество 70 так и меняем индексы вхождение количества и суммы так все что нам необходимо есть для решения условия задачи дальше воспользоваться стандартной функцией возведения степень судя по выражению так знак умножить опять x2 хотя нам нужен только x давайте немножко преобразуем задачу по идее можно x1 и x2 вести одним и тем же результат не изменится так ну а дальше делим на сумму x1 x2 так ну и полученные значения вводим на экран программу ну и заканчиваем писать программу так вот у нас как выглядит программа так запускаем если нет ошибок так ну здесь случайно точку запятую нажал надо поставить двое точки еще раз запускаем забыли здесь запятую поставить так вводим значения ввиду того что у нас одинаковые давайте одинаковые можно разные сделать так ну вот мы получили по сути у нас получается одно отрицательное значение остальные положительное так ну и в результате получился вот такой большой ответ можно модернизировать здесь например задать тоже n 1 давайте в этом варианте посмотрим так было 2 так теперь у нас все отрицательные получаются так ну давайте тогда оставим прежний вариант так ну здесь больше значений здесь и положить но все равно значение получается большим итак основной этап мы выполнили сейчас сейчас будем переходить ко второму этапу так для этого копируем так что это делать в word либо excel без разницы давайте по обычаю начнем с excel так мы вставили дальше дальше n написали равную 70 так а дальше давайте сформируем просто массивы так будет массив 2 параметр i так массив b с тем же параметром ставим 1 2 пусть у нас до 40 так давайте здесь здесь заданим с минусом то есть возьмем не те значения которые получились так с минусом поставим то есть на любые произвольные главное понять смысл так в этом случае у нас 170 с минусом мы здесь поставим минус 40 пока не принципиально плюс 4 сделаю так получили значения так так дальше мы находим k1 s1 равно мы находим k1 s2 то же самое s2 так ищем функцию так вот диапазон 1 дальше критерий с и с 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 плав с л так это на сумма так давайте тоже скопируем вставим так ну и тут поменяем диапазон для того что он чуть больше так еще одну сумму нашли ну и ищем количество 5 ищем подходящему функцию там он был а так вот нашли так так выделили диапазон и мы написали в лучших ногах так ну и то же самое проделали с нижележащими только единственное нужно поменять диапазон так так вот нашли так ну и начинаем так x1 но 2 2 так мы можем снять формулу так у нас это возведено в степень этой дальше знак умножить это это возводим опять степень этой так знак деления так и делим на сумму двух значений так вот у нас получился такой ответ итак следующий второстепенный этап мы выполнили так ну и остается этап это оформление вашей задачи так нужно сначала условия задачи подстать 2 с у у у у у у у у у так уменьшим так ну я уравнение уже не буду задавать, то есть я сразу же ставлю программу так начинаем оформлять в виде блок-схемы так сначала вставляем полотно так теперь нарисуем блок-схемы с начала программы так нам понадобится блок-начало дальше нам понадобится блок описание то что у нас есть под программа имя дальше ввод значения x,y дальше вычислительный процесс вывод значения ну и конец выполнения так ну давайте заполним так дальше мы берем имя под программу вставляем сюда говоря о том что у нас есть под программу и нам нужно будет сделать блок-схема на нее отдельно потому что на каждую программу под программу составляется отдельная блок-схема так дальше я уже не буду возьму все из программы то есть можно брать исходный материал который дается средствам обсловить задачи сюда записывать так чуть расширим не все поместилось вот так здесь берем z и выводим так ну и конец так единственное что нам осталось в этой блок-схеме на программу сейчас показать стрелками направление выполнения каждого блока что в данном случае ведут к тому что линейная структура здесь не составляет особых трудов так ну еще нам нужна блок-схема на под программу так как по обычаю добавляем новое полотно так ну чтобы было удобно давайте разделим так нам нужны следующие блоки как опять положено начало дальше будет значение начальное дальше начало блока цикла так дальше у нас будет цикл прямоугольник формирование элементов массива так дальше у нас будет условия дальше у нас опять будет прямоугольник так следующее у нас будет вывод значений так еще раз вывод значений так еще раз вывод значений здесь мы не сделаем так ну и будет конец так давайте начнем начало начало так добавляем здесь здесь добавим текст пишем формирование головем так дальше Копируем формирование, вставляем его, так предыдущий шаг не ставили, потому что шаг равен 1, 1 шаг можно написать, если шаг отличается от единицы, тогда пишем, так дальше выбираем условия дальше выбираем вхождение значений, суммы и количества, добавляем сюда так, дальше скопируем, вставляем вывод так, ну и то же самое делаем с S и K так, лишнее выбираем так, ну и это у нас конец судя по всему так, ну и опять единственное что нам осталось так, теперь это нам понадобится убираем добавляем управление движение в виде стрелок в виде стрелок Так, сейчас заменим стрелку. Так, дальше закрываем цикл следующим образом, дальше направляемся из цикла в вывод значений суммы. Так, ну и вот мы это сделали. Единственное, еще один момент забыли показать правильное направление. Либо пишем слово да, либо как-то обозначаем, правильное направление может быть разными цветами. Знак плюс и так далее. И еще один момент, вернемся на программу. То есть, видимо здесь надо было поставить N1, но я думаю, что результат не изменится. Хотя, смотрим внимательно. Имеется ввиду, что результат конечно изменится. Единственное количество. Так, все. Единственное, что осталось сделать, это защитить вашу лабораторную работу. Так, спасибо за внимание. До следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok